так друзья тема тоже гепатогенные зоны расширяем тему гепатогенные зоны в саду в квартирах и на дорогах там это миллионы погубленных деревьев плюс отрава 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 потому что не знает почему гибнут и травят 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 выкупаем магазины тратить сотни миллионов рублей и сотни миллионов миллиардов и тогда будем говорить о следующем слава богу есть о чем поговорить значит сейчас к серия номер два уставлена установлена вставлена в этот камерам эти этого от аппарате смотрит на гепатогенную зону не так удобнее разговаривать тем более что несколько лет назад снято несколько фильмов подробных мерил людей находил среди них даже феноменальных помните ли ансана савинич 3 метра биополе а когда я померил ее в этом году оказалось полметра полностью вымотанная выжатая человек который вынужден себе зарабатывать на жизнь сожалению не мозгами с ее так квалификации а руками а это очень тяжело и унизительно торговать не знаниями а своими изделиями надо конечно но несопоставимые вещи и вот я просто отвлекся потому что обида во мне говорит когда такие люди таких я знаю 10 20 занимается не наукой а потому что не судьба было им закончить вузы а значит что они никому не нужны хотя знают больше чем выпускники вузов и так продолжаем гепатогенная зона это вещь которая должна была наукой заниматься но не занималась значит начинаю издаля я уже будучи достаточно опытным товарищем достаточно опытным так там у соседа заработал учета наверно он будет нам мешать и сейчас она не заглохнет я одену отключаться не буду фотоаппарат на шею и мы уйдем вон на это самое на дальний участок скорее всего дрова будет пилить и как-то неудобно его останавливать так а мы хитрее сделаем мы уходить будем по пути и по пути еще раз померяем этот маршрут я повторяю но мы его продлим и мы уйдем туда где нам никто не помешает у меня участок достаточно большой немножко раскачивается это от ходьбы ветра правда слава богу нет сегодня вот это раскачивается а вот здесь кстати сказать неудобно повторяться если идти прямо мы наткнемся на ту самую зону что я показал в фильме за номером раз а сейчас мы идем за зону номер два уходим от шума бензопилы за пилы и заодно меряем оба все еще одна зона вот она вот она сейчас она кончится вот все закончилось были как здорово вот у меня два дерева оба шикарная плодоносит это один из манджурских сыновей а это знаменитый артем вот оба прекрасные приросты видели если просто метр-два это или какое-то в этом году было больше 20 ведер мало было он может и 30 давать вот а тут каких-то 20 гепатогенозон оказалось посередине здесь удачная посадка принцип такой сам я никогда при посадках не занимаюсь измерением предварительно иногда задним числом а погибает погибает идем дальше ровно 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 невидимое биополе невидимые силовые линии вот сожалению они невидимы не для нас мы биолокаты все видим еще раз организм человека это вольтметр у меня в руках стрелка вольтметр вот и все вот она и работает закрутил 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 проходим это место идем дальше я вот такие прекрасные деревья видите тут тоже вот смотрите бывает великолепное дерево да и тут же рядом тут же рядом вот смотрите какая-то лучшее условия в основном ссылается на почву вот но это в основном так опоздала кошка к обеду детей накормил ее а она только проснулась так а вот гепатогенная зона номер два я ее приметил когда у меня дважды здесь погибали а оно должно было сюда продлиться это линия абрикосов абрикос погиб, сменил на грушу погибла и с тех пор больше сюда ничего не сажаю вот, еще раз захожу вот сюда, с этой стороны знакомьтесь питомник Железов саженцы, которые прекрасно пришлось прикопать пришлось потому что посылки были переоценены предложили заплатить за нестандартные большие деньги до полумиллиона пришлось их разрезать распаковывать, материться и прикапывать для людей тех, кто готов ждать до весны вот, потери огромные и моральные, и материальные вот уже готовые посылки, заплачены были деньги за то, что люди собирали их три дня вот, и все сначала выкопали, закопали это у нас так принято на нашей почте причем их не напугаясь тем, что я их позорю вот какие-то люди перекинулись на этот самый на СДЭК на транспортные компании на зоны вот а им все равно так, повторяю это мне обида говорила и так мы вступили в таинственную зону вот она вот здесь она поняли, да? тогда получается следующее сейчас, когда вот хорошо я ушел оттуда, где шумно еще дальше чуть-чуть отойду мне надо сесть и я вам расскажу удивительную историю и не одну это уже будет серия номер два возможно серия номер три почему? это мой долг я знаю больше многих я знаю больше, чем академии академики вот они слышали что-то про гипотогенную зону но потом пишут что это паранаука это самое так сказать астролог даже не это не астрономия это астрология тип того вот экстрасенсорика это далеко от науки я тоже говорю аксессорика это далеко от науки и сейчас мы об этом поговорим нашел стул сейчас я сяду вот сюда ставлю фотоаппарат прямо на питомник который пусть он уже не мой а Сергея Железовой и Татьяны Железовой а все равно горжусь так ну-ка видно что-нибудь да что-то видно уселся ногах правда нет и начнем мы издалека итак я это самое начал с того что обнаружил книгу которая называлась смерть в вашем доме разве мог я не купить такую книгу что-то что-то за это не что-то что-то не 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 Продолжение следует...